Я не знаю. Я вообще не знаю. Ничего не знаю. Я не знаю, что случилось с этим братом после института. Я не знаю, что он сделал, но я знаю, что хотя бы на последнее время он служил. Постоянно было на собраниях, было благословение. Он с другим проповедником, они всегда были вместе. И тот человек, он сейчас пастор одной церкви. И этот брат поехал, чтобы там просто помогать ему. И ты знаешь, вы знаете, все может быть, когда человек неправен с Господом. И непрощение, и обиды, и горечень, это будет из-за внутри. Кушает просто человек и может довести его даже до этого. Я не знаю все мотивы, нюансы, я не знаю. Не знаю вообще ничего, не знаю. Я просто знаю, что сейчас уже два сыновья, и один из них уже арестовали. Они нашли все, ну все, уже в его комнате. Видно, что он планировал заранее. И получается, что теперь у него, его младший брат, уже без папы. И надо уже всю жизнь жить с этим. Очень, это очень, как называется, селфиш, эгостичный. Так сделать, так быть, так быть связан с своими собственными чувствами, что ты только думаешь, а как я чувствую. И ты не думаешь, как это будет влиять на, как будут чувствовать другие. Вот. Балланово не. Ну, я не знаю. Ну, надо молиться за всех. Брат Джорди, конечно, он не хочется туда, таким образом. Аминь. Хочется видеть Господа, но именно так, это не то. Аминь. Так что, вот, да, целый день об этом, я не знаю. Не знаю, как быть с этим. Да. Да, отпустим. Да, отпускаем. Будем молиться за этого младшего сына и за старшего сына. Может быть, он найдет Господа и будет служить Господь там в тюрьме. Потому что, мне кажется, что он будет там на долгое время. Это называется убийство на первую степень. Специально, как вы... Да, вот. Как вы думаете? Умышленная. Да, да, спасибо. Умышленная. Вот. Так что, либо прокуратура, наверное, будет искать смертную казнь. Ну, надо молиться за их. Хорошо. Аминь. У нас Исаав и Яков. Аминь. А Давид тоже не, как сказать, он ознакомлен с этим. А весело он тоже хотел. И слава Богу, что Бог сохранил его от этого. Аминь. Надо молиться за молодежи. Они... Эти гармонии, этот мир, это все... Это давление сатана уработает. Хорошо. Давайте 35 глава книги Битие. Битие 35. И 18 стих. И 18 стих. Вот. И когда выходила из нее душа. И мы на это выражение остановились. Дальше. Ибо она умирала. То нарекла ему имя Менони. Но отец его назвал его Вениамином. И мы видели с вами... Ну, давайте помолимся. Господь, молимся, чтобы ты благословил. Господь, в разбор твоего слова. Господь, молюсь, чтобы твой святой дух работал сейчас уже в сердце сына, брата Джорджи. И оба сыновья. Молюсь, чтобы ты оба довел до покаяния. Господь, чтобы они оба нашли прощение в тебе. И смогли покаяться. И тоже смогли найти, простить младший, чтобы он простил уже старший. Господь, молюсь, чтобы ты давал им победы в этом все. И чтобы все это действовало на славу нашего Господа Иисуса Христа. И молимся сейчас, чтобы ты был преподавателем и учителем сейчас. И чтобы ты мне... Дай, Господь, вдохновление. Дай, Господь, исполнение. И, Господь, омой меня в крови Иисуса Христа. Господь, молюсь, чтобы твое слово назидал церковь сегодня вечером. И мы это все молимся во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, вот здесь этот стик в Битии, это первая книга в Библии, Битии. И как раз, когда Господь начал вдохновлять свое слово для человека, чтобы он имел возможность знать, кто это такой Бог. Потому что без особого откровения, братья и сестры, давайте надо соглашаться, что без специального особого откровения, мы бы никогда не смогли знать Бога и кто Он. И Он подобен или на кому Он подобен. То есть до конца доказать существование Бога, просто по-человечески, мне кажется, что невозможно. Существует достаточно откровения, конечно. Библия говорит, что само откровение докажет и покажет. Но для каждого аргумента, конечно, есть ответ от неверующего человека. И ты знаешь, человек, так как он связан в своем теле, и как он живет, как его душа прямо там живет, люди очень перепутают, не понимают, что есть еще дух, не понимают совсем, что есть еще душа. Они просто знают, что я живой, они думают, что тело – это все, что есть. Они живут ради удовлетворения этого тела. То, что хотят видеть, покатачей, гордость житейская, то, что чувствуется хорошо внутри сердца человека, то есть престиж, гордость, положение и все остальное – авторитет, власть, сила. Это все помогает человеку жить по-плоцкому. И ты знаешь, человек любит комфорт. Он только знает то, что он видит, ощущает, слушает, то, что слышно. И кроме этого, человек, конечно, он ищет какое-то там естественное, научное такое объяснение всего и всех. И все. Человек, он вот такой. Но Бог, когда, с самого начала, когда было, мы идем туда, Бог общался с человеком здесь, но Бог открыл себе людям. В Ветхом Завете, до того, как было Библия уже в руках, был Божий Дух. И до потопа Бог сказал, что мой Дух не будет уже, как больше или не навсегда, как будет бороться с человеком. То есть, невзорая на то, что у человека был доступ на общение Бога, если он захотел, слышно, что Господь говорил прямо с Каином после того, как он совершил убийство. Было прямое такое общение, откровение от самого Господа Бога ему. Он это отвергал. И как раз он отвергал, мы больше ничего не слышим. Правда? Бог сказал кое-что Ноя. Так? Бог кое-что сказал Авраму. И Бог здесь общается с Яковом, и все остальное, это его откровение. Но Аврам, мы уже прошли жизни Аврама, он был современник Иовы. И мы этот увидим, по-моему, на следующую главу. Но этот Иова, он тоже, мы видели, подписал и написал в 14 главе там, что он тоже знал, даже недавно после потопа, даже человек знал, что внутри есть что-то, которое называется душа. И он знает, что есть разница между душой и телом. И что душа, это не просто жизнь. Это не просто искра какая-то. У него есть от мамы, как называется. В мире называют это аура. Да? Они могут... Bristle, как мы говорим. Ты знаешь, как это называется, это животное? Поркюпин. Ты знаешь, это животное, которое есть иголочки длинные, такие очень... Дикобрас. Дикобрас? Дикобрас. Вот, дикобрас. И ты знаешь, они могут даже и стрелять, вот эти такие штуки. Есть такие невидимые, такие стрелки иногда, когда... Они все лежат, но когда есть дискомфорт, они все... Да, моя жена умеет. Чувствуется даже примерно 30... Она может бросать через комнату. И сам тоже умеет немножечко, слава богу. Надо. Это жизненная сила, life force, как некоторые говорят, да? Да? Можно... И там они уже получили. Вот. Ну вот, есть душа в человеке. И это не просто жизнь, это не просто искра. Мы уже видели с вами в прошлый раз, что душа это внутри человека. Что у него форма та же самая, как тело. И мы то, что мы видели в прошлый раз, что у него глаза, зубы, язык, да? Говорит, видит, руки, все есть. И это все душа. И душа, мы видели стихи уже в Цалтире, что он внутри человека. И даже рано, рано, здесь, когда Бог только что начал давать человеку откровение, люди поняли, что есть душа, и моя душа находится внутри меня. И когда момент смерти, душа покидает, уходит тело. И потом, это не просто, что жизнь ушла, какая-то жизненная сила. Это вообще бессмысленно. Потому что у человека гораздо больше, чем просто какая-то сила. У человека есть мысли. У него желание, у него чувства. У него память. То есть, он был создан по подобию Божию. И поэтому, просто называть это все просто какая-то искра, или просто сказать, что душа и дух одно и то же, как свидетели Еговы говорят, это не то. Это вообще не то. Здесь мы видим, что вот, что выходила из нее душа, ибо она умирала. То есть, вышла. Так что, в Ветхом Завете, душа человека, который внутри него, он связан с телем. То есть, когда душа покидает тело, это уже момент смерти. Поэтому некоторые говорят, вот, это только жизнь, и все. Душа гораздо больше. Если Библия окончает не авторитет, тогда, да, тогда душа гораздо больше. Смотрите, пожалуйста, Откровение 6 глава. Откровение 6 глава и 9 стих. И когда он снял пятую печать, я увидел поджертвовником души. Видишь? Множественное число души, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. То есть, если это была просто какая-то общая сила, тогда зачем вот так говорить? Тогда зачем они находятся где-то? Есть место для этой души после смерти. Они были убытые. И возопили. Видишь? То есть, для этого тебе надо голова, тебе надо горло, тебе надо язык, тебе надо рот, тебе надо мысль. Тебе надо, они и громким голосом, голоса есть, говоря, доколе, влади-ка святые истины, уже знания, мудрость, желания видны, поскольку они с громким голосом. И эмоции не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Уже память есть. Так что души после смерти, мы видим, что есть память, есть форма, те же самые, как есть в теле. И в Ветхом Завете душа человека, он был связан с телем. Смотрите, пожалуйста, Левит, пятая глава. Левит, пятая глава. И это объясняет кое-что в Ветхом Завете. Такое выражение есть. Если кто согрешит тем, что слышу голос по проклятию... А вот, у вас есть ли кто? Библия Карла Якова говорит, если душа грешит. Или если прикоснется к чему-нибудь, нечистому, а здесь полностью слова душа, здесь нет. Тогда как там, брат? Прямой перевод из Библии Карла Якова как? Если какая душа согрешит, и совершит преступление против Господа, и служит блаженному ближнему своему ушу, то, что ему буду ответственно охранить, или в общении, или в отнестом насилии, или обмани ближнего своего. Они убрали, то есть, слово душа даже не находится ни в четвертом, да? Хотя здесь есть. Вау. Если кто... Просто здесь слово кто? В 17 стихе. Ну, у нас вот такое выражение в Библии Карла Якова. Если душа, если душа трогает, если душа прикоснется к что-то, которое нечистое, используется слово душа там, это потому, что душа связана с телем. И сразу нечистота этого предмета, а сразу, как сказать, оскверняет именно и не только тело, но и тоже и душа получается. И верующие теперь на эту сторону Креста нашего Господа, здесь уже закон, и здесь благодать. Здесь работа Господа Бога в людьми не была гарантией. Святой Дух пришел на человек в Ветхом Завете, как на Самсона, но его покидал и потом вернулся. То есть, когда он согрешил, Святой Дух его покидал. У нас этого нет здесь. Святой Дух пребывает вовеки. До дня искупления там написано. В Ветхом Завете Святой Дух пришел, например, на Саула и покидал его и не вернулся. Давид молился, не убери от меня твой Святой Дух, потому что он согрешил. Но на этой стороне у нас кое-что, которое у них не было. У них только был закон, у них были обряды, церемонии, и у них была просто кровь телцак, янгцев, кровь животных. И кровь животных очень отличается от крови нашего блаженного Господа Иисуса Христа. И поэтому что-то происходит уже в момент спасения, которое не произошло здесь. То есть, возрождение. И возрождение произошло, и одновременно называется обрезание духовное. Смотрите, пожалуйста, Колоссянам, вторая глава. И в Ветхом Завете это обрезание было всего лишь как прообраз этого. Колоссянам, вторая глава. Смотрите, пожалуйста, девятий стих. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Вот стих для божественности Иисуса Христа. Надо молиться за эту любовь, потому что она уже начинает вмешиваться с этими свидетелями иеговистами. И если человек начинает вмешиваться с подобными людьми, которые преподают и унижают нашего Господа, у них нет учения Креста, как написано второе послание Иоанна. И они потеряют что-то. Когда Господь придет, вот те, которые общаются с теми, которые имеют вот такое учение, они не переживут этот суд свидетеля, что Иисуса Христа не так хорошо. И вы имеете полноту в нем, как этот, лавовечная безопасность. Если в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть голова всякого начальства и власти, в нем вы и обрезанные, то есть если вы спасены, обрезанные, обрезанием нерукотворным, совлечением грековного тела плоти, а обрезанием крестовым. Вы видите? И смотрите, 13 стих. «И вас, которые были мертвы, или мертвы в грехах, в необрезанные плоти ваши ожил вместе с ним, прости вам все грехи». Это получается так, что... Еще откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 6 глава. И что есть какая-то операция, как Бог, как хирург отделяет уже душа человека от своего тела. И душа запечатается. Духом запечатается. Или запечатается. За как? Запечатлена. А, таким образом. Запечатлена. Запечатлена Духом Святым. И поэтому, когда мы говорим, что душа уже во веки веков безопасна, потому что мы благодаря другим, ну, чужого, другого, мы спаслись. Но мы еще живем в этом теле. И хотя мы трогаем иногда то, что нечистое, да, тело умирает. Аминь? Тело умирает. Или вот надо переделать его в момент восхищения. Но так и так. Это тело негоден Богу. Это тело либо умрет, или это тело будет меняться. Потому что здесь это не то. Тело не остается те же. А душа уже всегда вот, уже во веки веков спасен. Первая Коринфянам, шестая глава. Теперь, восьмой стих. И смотрите. Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том и у братьев. Или не знаете, что неправедные царствия Божия не наследуют. Не обманываетесь, не блудники. А сколько раз надо блудить, чтобы... Как? Как? Не идолослужители. Не прелободеи. Не... Как это? Малаки. Интересно. Малаки. Это... Ну... Женскоподобные. Или... Ну, это говорят, что гомосексуалисты. Не мужеложизники. Не воры. Не лихоимцы. Не пьяницы. Не злорочивые. То есть люди, когда начинают верующие читать именно этот список, они говорят, да, не блудник, идолослужитель, не прелюбедей, не маленький, вот, или так далее. Но вор есть такие. Не лихоимцы. Жаждут. Желают что-то, которое Бог не... Алчник, да. Не пьяницы. И потом уже не злорочивые. Что это значит? То есть ты говоришь, и говоришь плохо. Это очень такое широкое слово. Как они перевели там у вас? ругатели. Ты ругаешься? Не хищники, а царствие Божие не наследуют. Бум. Так? Надо понять, что наследство здесь это одно, и спасение другое. И тоже надо понимать, что есть два вида наследства. Есть наследство духовное, которое, безусловно, которое имеем просто так во кресте Иисусе, связанное с спасением. Есть наследство, которое связано с царством, и из-за этого тебе надо работать. Это по делам. Но дело в том, что в техническом смысле, в техническом смысле, «А если ты спасен под кровью Иисуса Христа, Бог вменил тебе праведности Иисуса Христа, в техническом смысле, ты, который внутри вашего тела, ты не такой. Почему? И такими были некоторые из вас, но омились». Видишь? Обращайте внимание, что он пишет Коринфянам. Ты знаешь, какие у них были проблемы? Куча проблем. И он говорит, что вы, может быть, были такие, но теперь что-то менялся. Омились, но осветились, но оправдились именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, это духовное обрезание так, как отдалил душа от его, от плоти. И поэтому, если тело наше трогает что-то, это не как в Ветхом Завете. Не меняется. Тогда в техническом смысле ты говоришь, что вот ты убит. Но в техническом смысле нет. Я спасен. Аминь. Вот такое. Потому что это что-то значит, братья и сестры. Когда человек начинает говорить, что вот надо зарабатывать спасение, он не проповедует Евангелие правильно. А душа это внутри человека и в техническом смысле. грек это да, мы пожинаем, да, пожинаем грека в теле. Ну, как это один проповедник, он пошел однажды вот на какой-то гостинице, там был бар, там был ресторан, какой-то кафе. Хозяин вот этого бизнеса вот служил там, и этот проповедник там и курил, и пил, и играл азартные игры, и потом, когда подошел, чтобы вот платить, тогда в Америке было вот такое автоматичное и до сих пор продолжается во многих местах, что сразу дается ему десятину уже скидку. Если ты рукоположенный такой проповедник, в Америке ты получаешь скидку 10%. Ну, я имею ввиду вот в бизнесе, не в казино. Но это было то, что произошло на Западе, где, когда было старые времена, это не сегодня, старые времена, когда были частные такие маленькие бизнесы, и гостиница, это было азартные игры, и ресторан, бар, все было вместе, и пришел проповедник, у него была специальная одежда, и хотел уже на следующий день рассчитаться, и он говорит, где моя скидка? И хозяин сказал, вчера целую ночь я видел, как ты курил как грешник, я в азартные игры играл как грешник, ты пил как грешник, теперь тебе придется платить как грешник. Аминь? Аминь? Какой проповедник ты? И получается, что да, в теле мы пожинаем. Мы пожинаем, и, конечно, можно потерять награды и все остальное, но вот, вот, Библия говорит, что ты умер со Христом. Понятно? И ты воскрес с Ним. Такие были некоторые из вас, но произошло что-то другое. И он это сказал те, которые самые такие плотские. Хорошо. Битие обратно здесь. И 17 стих. Извините, вот девянадцатый стих. И умерла Рахил и погребена на дороге Вифрафу, то есть Вифлеем. Яков поставил над гробом ее памятник, это нагробный памятник Рахиле до сегодня. То есть, он был там, и он был там на долгое вот такое время. Смотрите, пожалуйста, первая книга царства. Первая книга царства и десятая глава. Шестьсот лет после смерти Рахили. Шестьсот лет, представляешь? Одесса, только чуть-чуть больше двести лет. Там еще есть камушки. Я не знал, когда была сделана Пушкинская. Сколько лет там дорога? Но он будет там еще. Асфальт приходит и улетает хорошо. То, что сделали наши предки, было сделано хорошо. первая книга царства, десятая глава и второй стих. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили. Видишь? Когда Саул поискал эти ослы. Это шестьсот лет было после этого. Давайте обратно к нашему тексту. 35 глава, 21 стих. И отправились Израилья и раскинул шатер свой на башню Гадир. Ну вот, я не исправлял, я не проверял, но здесь еще один момент, когда сенодальный текст не как септуагент. Септуагент полностью убрал название этого места Гадир. Сенодальный текст как похож на мазарей текст. 22 стих. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с звалою наложницей отца своего и услышал Израил. Сынов же у Иакова было 12. Здесь мы видим, что вот сразу начинается как действие сатаны. Бог сказал, когда было про грехопадение, что я наложил и возложил уже вражду между семеней, то есть жене и потом уже семени и змее. и поэтому этот семья, мы видим эту линию в ветхом завете, мы видели, что конечно примиритель, примиритель придет, мы это знаем, он сказал, что вот семья будет какая-то. Мы знаем, что должен быть не ангел, не хирургин, не серуфин, не животное, это будет человек, семья, жене. Уже было видно, что это должно быть какое-то сверхъестественное рождение, потому что семья это у мужчин, не у женщин. И поэтому это сам себе было включено какое-то особое такое понятие, что здесь что-то от Бога будет. И это началось здесь на грекопадении, и мы уже видим эту линию. Мы видели, что семья хорошая была Авел, и потом что? Каин убил его. Первая проблазь, вот такой, ну, хороший проблазь, может, не первая, Адам первая, но хорошая после Адама самая первая проблазь Иисуса Христа. И Каин убил его, убил семья. Потом Бог давал еще сын, Сиф. И Сиф еще вот жил, и мы видели потом его родословие. То есть линия пришла через вот этого, и мы видим, что Ноя не через Каина, который был от этого лукавого, Иоанн говорит, это был от Сифа. И получается, что у Ноя было трое сыновья, и у одного из них было проблем семья, потому что было связано со сексом. Так? И Бог потом благословил Сим. И через этот мы видим, что линия примиритель, искупитель, который придет, это мы уже рисуем, что это будет через потомство Сима. И Сим у него было Авраам. И потом опять начинается Сатана, вмешивается, использовала жена его. Жена роптала, жена не была довольная. Жена начала, она хотела помогать Богу. Вот Агар. И семь Авраам уже вот туда пошел, и мы видим, что этот результат с нами до сих пор. Потом Исаак получил благословение, а потом у Исаака было два сыновья, Исаак, здесь Яков. И мы видим, как опять работал Сатана, и опять через жену, которая хотела помогать муж, и хотел помогать Бог, считала, что они самые такие духовненькие, и что муж нужен, ее чтобы толковать, что говорит Бог, и она уговорила Яков, чтобы он обманул папу, да, и результат был какой? То есть Исаак, он продал права первенца, и потом вражда почти довел него, чтобы он убил своего брата. Поэтому мы и потом тоже мы видели, что вот Левия, Симеон, они почти так сделали, чтобы было убийство, война, сатана постоянно, и кто было с этим связан? Агар было откуда? А? Египет? Египет откуда? Хам. Я тебе говорю, хамство, секс и пьянство. Танц тоже. Это всегда горячие такие темы в Библии. Кто-то взял жена Авраама. Кто он был? Его раса. Он почти спал с ней. Хам. Хам. Опять пытался уже вмешиваться с семьей. Те же самое с Исааком появилось. Опять хам. Кто насил лавадину. Хам. Я не написал книгу. Я просто проповедую ее. Аминь. Европейцы тоже не чистые. Аминь. Не начинаете свысока смотреть на африканцев. Я просто говорю, что вот здесь есть в Библии. Потом мы видим, что вот первенец. Первенец. Тот, который по правилам должен получить благословение и права первенца. Он должен было бы получить благословение Авраама. то же самое, как Исаав. Но Рувин, что он сделал? Он спал. А здесь уже вот такое дело. Мы на следующей неделе посмотрим. И мы просто то, что я хотел, чтобы вы видели, что смотрите, как сатана так пытался использовать именно война, алкоголь, ноя, что случилось с ним, лот, что случилось с ним, алкоголь, хамство, музыка, танц. Потом мы читаем уже в исходе. Мы читаем, что вот семья, сатана знал, что семья будут пронзить его голову. Бог это сказал, и сатана верил. И поэтому он постоянно послал искушение и искушение, чтобы оборовал от Божьего народа тогда. Это было хамство, секс, пьянство, война, обман, обиды. Это те же самые вещи, которые сейчас ослепляют и воруют от многих верующих. благословение жить сейчас и то же благословение, которое Господь бы дал, если они жили чисто. Вот если будет какой-то урок от сегодняшнего изучения, пускай, чтобы это был урок. Аминь. Аминь. Но мы поглубже в следующий раз посмотрим. Давайте, братья и сестры, давайте все встаньте, пожалуйста. Спасибо за внимание.